Итак, скажем прямо, Гомельская область по-прежнему остается единственным регионом в стране, где все еще нет собственной областной детской, подчеркну, многопрофильной больницы. Вячеслав Станиславович, расскажите, какими темпами идет строительство даже не корпуса, а целого комплекса зданий? Да, действительно, мы находимся в стадии формирования вот этого комплекса, о котором вы сказали, многопрофильный детский клинический центр, ну больница, центр. Темпы очень активные, очень активные. Практически в круглосуточном режиме идет работа, она не прекращается как лечебная работа, так и вот эта вот стройка. Генеральным подрядчиком является строительный 314, можно сказать, что около 70% общестроительных работ, они уже завершены. В корпусах, которые возведены уже, они, значит, закрыты, контур, там подведено отопление, идет внутренняя отделка, внутренние технологические работы. Вот, работает на стройке, собственно говоря, с подрядчиком генеральным и с подрядными организациями от 400 до 500 строителей. Это очень серьезно, это видно каждый день. Действительно, можно считать это главной медицинской стройкой региона. Правильно ли я понимаю, в середине 2018 года в центре Гомеля появится современный, уникальный в своем роде многофункциональный комплекс? Да, совершенно верно. Уникальность его состоит в том, что он действительно будет в центре такого большого мегаполиса, так будем говорить, Гомеля, с сложившейся уже инфраструктурой, транспортной. Уникальность его состоит в том, что мы сохраняем действующие корпуса, мы работаем над их улучшением внутреннего содержания корпусов. Кстати говоря, все строительно-монтажные работы профинансированы в полной мере бюджетом, а вот техническое оснащение около 20%, если не ошибаюсь, планируется привлечь за счет благотворительных пожертвований. Это тоже, наверное, нормально. Какими темпами идет этот сбор? Да, действительно, оснащение клиники существующих и вновь создаваемых корпусов и подразделений, оно осуществляется за счет республиканского и за счет областного бюджета. Это серьезное, безусловно, финансовое выявление? Да, это какая-то часть, да, вы сказали правильно, где-то от 18-20 в среднем. Некоторые позиции высокотехнологичного оборудования, даже больше, будут финансироваться из небюджетных, так называемого, спонсорского счета. Действительно, он открыт уже больше года, этот счет. Он пополняется, ну, в основном это за счет организаций, фирм, которые имеют то или иное отношение к здравоохранению, к медицине. Вот, ну, есть примеры и иного плана, наши гомельские предприятия. Мы благодарны и руководству, и коллективам. Гомельский химический завод, это давний наш партнер, они очень тесно с нами сотрудничают. И открытое акционерное общество, Гомель, Обл. Автотранс, они проводили акцию «Добрый билет», и мы с ними, они откликнулись на нашу просьбу, руководство. Предприятия поддерживают. А как насчет частных лиц? Есть ли здесь примеры показательные, достойные? Ну, в отношении частных лиц есть. Ну, реже, это понятно. Реже, да, реже, и, в общем-то, объемы не такие большие, но есть люди, которые в частном порядке жертвуют нам свои средства. Свои средства мы получили от, к сожалению, неизвестного нам иностранного гражданина очень большую сумму. Вячеслав Станиславович, спасибо за, безусловно, полезную информацию. Ну и, конечно, пожелаем удачи в строительстве действительно важного и нужного объекта, многофункционального объекта реконструкции детской областной больницы. Спасибо, до новых встреч.